Сейчас важна некая радикальность, что вот такой путь баланса, на котором вы настаиваете, он устаревший, потому что время требует другого. Не кажется. Я вообще не любитель радикалов, революций, размахивания саблей и так далее. Я не любитель. Я журналист и пытаюсь максимально объективно и честно, насколько я могу, я не робот, делать то, что я делаю. Но ничего же не изменится. Или у вас нет задачи меняться? Почему не изменится? Изменится, почему нет? Обязательно изменится. Наиболее, я не говорю о себе, наиболее уважаемые журналисты, это всегда были те, которые были абсолютно уравновешены. Всегда. Это были самые уважаемые, в частности, в Соединенных Штатах. Всегда. А это не алиби? Это Тед Копол. Это вот такие люди, которые всегда были не на чьей стороне, а были на стороне объективности и правды, насколько они могли. Я вообще считаю, что журналистика, которая за ней... Это пропаганда уже. Вот вы, кстати, часто бывали в программе у Теда Копола. Часто. Как пропагандист, между прочим. Вот я как раз об этом хочу спросить. Я это много раз признавал. Я был пропагандистом советского строя, советской системы. Меня так воспитали. Я в это верил долго. И расставание с этой верой было для меня очень тяжелым делом. О чем даже я написал книгу, которая называется «Прощание с иллюзиями». Я был очень верующим. И я все делал, чтобы не видеть ничего, что могло бы эту веру поколебать. Делал я это. И выступал на Америку, именно пытаясь оправдать Советский Союз. Есть ли какие-то выступления из того времени, о которых вы жалеете? Есть ли какие-то отдельные выступления из того времени, о которых вы жалеете? Да все. Если бы я мог это переписать, я бы все переписал. То есть вы зачеркнули целый плац своей жизни, получается? Ну, перечеркнул. Это то, о чем я сожалею. Я сожалею об этом. Может быть, была ситуация такая? Нет. Никаких оправданий нет. Единственное, что меня оправдывает, если можно так сказать, то, что я верил в это. И поэтому, кстати, я был так эффективен. Потому что, ну, говорю по-английски, как американец, обладаю способностью довести свою точку зрения, и еще к тому же верил. Это, конечно, комбинация такая мощная. Например, верили в правильность ввода Советского Государства? Нет. Более того, когда я сказал, что в одном интервью, что мы будем жалеть об этом решении, тогда, собственно говоря, мне сказали, что я должен уйти с телевидения. Если я правильно помню, вы оправдывали ссылку Сахарова? Я, ну, оправдывали, может быть, сильно сказано, но, пожалуй, я даже соглашусь с вами, что это да. Потому что я говорил так, что если человек борется с государством, то он должен понимать, что государство ему этого не простит. И я говорил, что, вероятно, в Штатах, те, которые очень борются, ну, как-то Анджела Дэвис или что-то, тоже ведь не сладко. Но все равно я был неправ. А применима ли эта цитата к нынешнему времени? Вот человек, который борется с... Вот то, что вы сказали, человек, который борется с государством, с российским сегодня, государство ему это не простит. С любым государством. Человек, который борется, если государство считает его опасным, государство примет меры. Это любое государство, не только российское. А кого сегодня государство считает опасным? Не знаю, надо спросить у государства. Я просто, это в принципе так. Если он у меня сочтет опасным, он и со мной будет. Вот смотрите, государство...